Девушки отдыхают Юфа — последняя надежда Те, кто играл в далекие 90-е с первых минут, поймут, что тут к чему Это однозначный ремейк, однако графическая игра осталась более чем старомодной Пираты Карибского моря — на краю света Евроком затеяли масштабные выступления на всех консолях Начиная от PlayStation 2 и заканчивая PlayStation 3 и Xbox 360 Привет, народ! Это снова Борик и Фак Фак — это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению И даем полезные советы Переходим к делу Война в прямом эфире давно стала реальностью Американские солдаты уже сейчас напоминают гладиаторов Смерть которых транслируется сотнями каналов И воспринимается зрителями как очередной попкорн-блокбастер Разработчики игры The Show заглянули в будущее и предложили свой вариант развития индустрии развлечений В конце 21 века Калифорния провозгласила себя независимой республикой А новоиспеченный президент Лу Бакстер организовал самое рейтинговое и самое кровавое за всю историю человечества шоу — The Show Развлечения будущего — это полномасштабные бои, которые ведутся на огромном искусственном острове Причем внешний вид локации у строителей могут менять, как им заблагорассудится Сегодня гладиаторы с плазменными винтовками истребляют друг друга в непролазных джунглях А завтра проваливаются под лед или прячутся в искусственно созданном горном ущелье Правительство США, как ни странно, оказалось крайне возмущено подобным беспределом Было решено заслать на чудо-остров спецагента с целью взорвать ядерный реактор И таким образом обесточить Колизей 21 века Фрэнк Харрис — тот самый герой, который должен стать гладиатором и покончить раз и навсегда с самым рейтинговым шоу за всю историю телевидения В России официальные продажи игры начались 19 апреля Локализацию взяла на себя студия Rusabit M Русскоязычная версия получила название The Show — победить значит выжить Рекомендуемые системные требования Процессор с частотой 3 ГГц Гигабайт оперативный и 256 МБ видео в памяти На жестком диске стратегия в реальном времени The Show займет 3,5 ГБ Основа геймплея — захват стратегических точек, за которые вы получаете условные ресурсы Контролировать позиции довольно легко Ваши войска молниеносно перемещаются от одной захваченной точки к другой Единственное, о чем не стоит забывать, это то, что продвигаться по карте нужно по строго заложенному алгоритму Еще один минус — плохо сбалансированные апгрейды Огромное количество всевозможных улучшений превращают эту стратегию в бесконечную RPG Тройка за геймплей Графика вполне соответствует современным требованиям Издалека картинка потрясающая Но стоит приблизить камеру и становится ясно, что переплюнуть или хотя бы повторить детализацию World in Conflict или, например, Company of Heroes разработчикам не удалось 4 балла за графику Говоря о звуковом сопровождении игры, прежде всего хочется отметить комментатора — самого Бакстера, президента Калифорнии будущего Он довольно забавно рассказывает зрителям о том, что происходит на поле боя и всячески веселит аудиторию Минус в том, что запас фраз у виртуального комментатора ограничен И через полчаса игры вы уже выучите их наизусть Слабая четверка за звук Игра получилась откровенно слабенькая Но благодаря оригинальному сюжету и способу подачи игрового процесса она все-таки может зацепить Но если оценивать эту стратегию беспристрастно, то больше тройки она никак не заслуживает Поклонникам серьезных тактических RTS эта игра вряд ли придется по душе Основной упор здесь сделан на внешний вид, а не на боевую составляющую геймплея Кроме этого сценаристы откровенно угробили хорошую идею и интересный по задумке сюжет В итоге получилась очередная проходная RTS Но тем не менее в России игра получила локализацию И вопросов по прохождению пришло немало На некоторые из них мы сейчас и ответим Вопрос Сколько юнитов доступно в игре? И главное, достаточно ли там техники? Отвечаем Всего доступно около 40 юнитов, из них 15 видов всевозможной техники Вопрос Сколько в игре рас и чем они отличаются? Отвечаем Можно воевать за одну из трех рас Ацтеки, викинги и преступники Большой разницы между ними нет Все отличия сводятся к тому, что у одной группировки мощнее пехота, а у другой быстрее танки Кроме этого есть и внешние различия юнитов Но на геймплей это никак не влияет Вопрос Я разбиваю врага, а миссия засчитывается, как проваленная В чем тут дело? Отвечаем Внимательнее следите за новыми заданиями В конце каждой миссии вам дается дополнительное поручение, которое необходимо выполнить до окончательной победы Кто не знает ЮФО? ЮФО знают все! Появившись целых 13 лет назад, первенец XCOM Enemy Unknown на долгие и долгие годы запал в душу тысячам поклонников У серии были как взлеты, так и падения Труден и тернист был ее путь, описывающий события недалекого будущего Где нам предстоит встретиться с братьями по разуму Что же готовит нам свежая нота этой симфонии? Проект, известный в России как ЮФО «Последняя надежда» Так ли это? Так уж и последняя? Закваска игры стандартная Некая колония эсперанца была атакована коварными пришельцами в летающих тарелках В ответ на это планетарное правительство в спешном порядке основало международную организацию по борьбе с инопланетными захватчиками Которую и предстоит возглавить игроку Те, кто играл в далекие 90-е с первых минут поймут, что тут к чему Это однозначный ремейк Все то же строительство базы, развитие технологий, погони за тарелками и санкомандос Даже графическая игра осталась более чем старомодной Изометрическая проекция с разве что трехмерными фигурками бойцов Хотя третье измерение тут ни к селу, ни к городу Минимальные требования удивляют Pentium 4, 1,5 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео и 2,5 ГБ на винчестере Игра с первых минут оказывает чарующее воздействие на игрока-фаната Вгружая его в пущину ностальгии и унося все дальше и дальше по спирали времени Суть же игры для понимания более чем прозрачна Над родной планетой периодически зависает НЛО Который нам надлежит сбивать, а затем защищать с помощью элитного подразделения Параллельно неплохо бы развивать науку и наращивать военный потенциал Модель пошагового боя может повергнуть в шок любителей РТС Или даже поклонника Fallout Tactics Это классика и к ней придется привыкать Избалованные геймеры через полчаса злопят скучно И в чем-то окажутся правы Наша оценка геймплея 4 балла Да и то лишь, чтобы не обидеть целый исторический пласт компьютерных игр Графическая оболочка игры — это музей времен Палеолита Однако здесь ситуация схожая с варгеймами Где графика далеко не главная К тому же присутствует система разрушаемого ландшафта Хоть и находящаяся в зачаточном состоянии От того, чтобы не поставить двойку Нас удерживает лишь священный трепет перед XCOM Наша оценка графического наполнения — 3 балла Если музыка в игре еще туда-сюда Хоть и приедается достаточно быстро То звуковые эффекты, можно сказать, отсутствуют Как класс, в общем, ужасно Но не стоит забывать, что полноценный turn-based Не лучшее место для музыкальных талантов Тем не менее, наша оценка звука — 3 балла Юфа «Последняя надежда» оставляет воякое впечатление С одной стороны, это брат-близнец бессмертного Enemy Uncrown А с другой — гадкий утенок, если смотреть с позиции дня сегодняшнего Одним словом, маргинал, которому случилось оказаться между двух огней Классикой и технологией Однако на игру все же стоит взглянуть Хотя бы ради экскурса в историю А-ля, как все начиналось Наша общая оценка игры — 3 балла Что тут можно сказать? Перед нами проект неоднозначный Далеко отстоящий от мейнстрима жанра Динозавр, плоть от плоти боец старой школы Но для прожженных фанатов И для тех, кто решился обратиться к истории возникновения явлений XCOM Лучшего экспоната не найти Некоторые вещи находятся вне потоков реки времени Гениальность, как известно, не устаревает Она, как вино, с годами лишь крепнет Попробуем приоткрыть завесу тайны над некоторыми особенностями UFO — последняя надежда Первый вопрос А что дает строительство новых баз? И нужно ли это вообще? Отвечаем Нужно, если позволяют финансовые возможности Во-первых, это повышает радиус вашего обзора А во-вторых, страны, на чьей территории расположены ваши сателлиты Чувствуют себя спокойнее и охотнее расстаются с деньгами Следующий вопрос Каков оптимальный состав боевой группы? Отвечаем Загружать транспортник под завязку не рекомендуется Группа из трех-четырех прокачанных бойцов отлично справится с заданием А в оставшиеся слоты можно загрузить дух пустыни исключительно в разведывательных целях Следующий вопрос Я не могу получить доступ к плазменным технологиям Что мне делать? Отвечаем Путь к плазменным технологиям открывается после исследования живого пришельца и командующего Однако торопиться с этим не стоит Ибо рискуете слишком рано заработать головную боль в виде разрушителей Смотрите во второй части программы Enemy Engage 2 События в игре развиваются на сценах трех театров военных действий А именно В Ливане, Тайване и Корее Пираты Карибского моря на краю света Евроком затеяли масштабные выступления на всех консолях Начиная от PlayStation 2 и заканчивая PlayStation 3 и Xbox 360 Смотрите во второй части программы Пираты Карибского моря на краю света Евроком затеяли масштабные выступления на всех консолях Начиная от PlayStation 2 и заканчивая PlayStation 3 и Xbox 360 Enemy Engage 2 События в игре развиваются на сценах трех театров военных действий А именно В Ливане, Тайване и Корее Самой первой игрой по фильму из серии Пираты Карибского моря Неожиданно оказалась переделанная Келлой игра Корсары 2 Без Джонни Деппа И сколько-нибудь ощутимой привязки к сюжету Вторая часть Pirates of the Caribbean The Legend of Jack Sparrow В своей PC интерпретации Оказалась банальным трехмерным экшеном Зато повезло владельцам PSP Которые получили версию С занятными многопользовательскими корабельными баталиями С третьей частью Пираты Карибского моря На краю света Затеяли целую серию Непохожих друг на друга игр Во-первых Пираты Карибского моря На краю света На самом деле вдохновлена Сразу двумя последними фильмами Те, кто внимательно прошел The Legend of Jack Sparrow Знают, что ключевых событий Грандиозного сиквела там не было В частности Отсутствовала феерическая дуэль Главных героев на гигантском водяном колесе Так вот На краю света Эту оплошность исправляет Тут представлены и главные моменты Из сундука мертвеца И из третьей части На краю света Во-вторых В Дисней опять сменили разработчика На этот раз Всем проектом заведует Евроком Интертеймент Уважаемая британская студия Которая выпускает лицензионные продукты Еще с начала 90-х Игра поступила в продажу 22 мая 2007 года Локализацией в России Занимается компания Snowball Interactive А издатель Компания Новый диск Минимальные системные требования Процессор полтора гигагерца 256 мегабайт оперативной памяти И 64 мегабайта видео А также 1 гигабайт на жестком диске Местами в игре проглядывает Довольно занятный геймплей В принципе пираты Карибского моря На краю света Это экшен от третьего лица С предсказуемым геймплеем Но есть, как говорили в известном анекдоте Один нюанс Имеются блоки Различные удары И примитивные комбо Но дело в том, что количество блоков ограничено То есть после определенного момента Вас просто забьют насмерть Евроком постоянно подстегивают К маневрированию И сулят чуть ли не серьезную Фехтовальную систему Конечно, никакого Severance Blade of Darkness тут нет Но экшен в новых пиратах Достаточно разнообразный Наша оценка геймплея 5 баллов Владельцам персональных компьютеров Не очень повезло На PC выйдет та же версия Что и на Nintendo Wii и PlayStation 2 Проще говоря, с графикой Все будет не весело В Disney, конечно, говорят Что на PC высокое разрешение Четкие текстуры И дополнительные спецэффекты Но в реале Все это выглядит не очень завораживающе За внешние данные Мы ставим 4 балла Озвучка игры достаточно хорошая И особого внимания не заслуживает Постарались все И композиторы, и актеры Наша оценка звукового сопровождения 4 балла Самое интересное происходит с сюжетом В Disney сообщают Что у разных платформ Разная история Это не совсем так Сценарий у Nintendo Wii PlayStation 2 и PC версии Практически идентичный Они различаются набором бонусов А вот у PlayStation 3 и Xbox 360 версии История будет совсем другая Сложится ли у обладателей Для всех консолей цельная картина Неизвестная А наша общая сынка игры 4 балла Обязательно нужно сказать Что игра сделана очень качественно И интересно Но оценить это вы сможете Только на современных консолях PlayStation 3 и Xbox 360 Эти версии разительно отличаются Ото всех прочих повышенной мрачностью С неба градом льется Вполне себе реалистичный дождь Капли честно разбиваются о борт На палубу выползают Невообразимого вида твари А Джек-воробей стреляет Пиратом из мушкета в лицо В общем, кого-то игра заинтересовала Смотрите наши ответы на ваши вопросы По прохождению Первый вопрос А есть ли в игре драки на кулаках и подножки? Отвечаем Нет, в игре нет драк на кулаках А подножки и подлые приемы Могут делать Джек и Барбоса Следующий вопрос Подскажите, как пройти момент На острове людоедов Когда нужно в котел сбросить тетку Как ее туда сбросить? Очень хочется Отвечаем Надо встать так, чтобы сзади был котел Подставь блок и когда людоедка на тебя накидывается Отходи Она упадет в котел И Джек сбросит ей на голову кокос Следующий вопрос Скажите, а можно ли стрелять с пистолета или мушкета? Отвечаем Можно и даже нужно во время боев Нажимаете на клавиатуре кнопку А Список прокручивается назад Или Д Прокрутка вперед На выбор представлены Гранаты, кинжалы или пистолет Пистолет убивает с одной пули Если цель рядом Следующий вопрос А для чего нужны деньги в игре? Отвечаем Они нужны для игры в карты или кости А также для выполнения одного из мини-заданий Два года англичане из G2 Games Карпели над своим сиквелом Enemy Engaged Первая часть этой игры появилась еще в далеком 2000-м И задала новые стандарты в области вертолетных симуляторов В России ее помнят как разорванное небо К-52 против Каманча Посмотрим, что разработчики представили на суд Изголодавшейся по качественным вертолетным боям публики 7 лет спустя Итак, встречайте Культовый хеликоптер Сим Обновленный и только что сошедший со стапелей Enemy Engaged 2 События в игре развиваются на сценах трех театров военных действий А именно В Ливане, Тайване и Корее Доступная для полета территория просто огромна И составляет более 300 тысяч квадратных километров К сожалению, заставка игры обманывает по части воздушного боя в черте города Ведь летать вам предстоит в основном над, как говорится, полями и лесами чьей-то бескрайней родины На выбор две противоборствующие стороны и, следовательно, два боевых аппарата Американский RAH-66 Каманч и наш именитый соотечественник К-52 Но пусть вас не смущает такой скудный набор Игра представляет из себя полномасштабный военный конфликт с участием всех родов войск А количество видов задействованной техники переваливает за тысячу Минимальные системные требования вполне демократичны Pentium 4 на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативки, 64 МБ видео и 2 ГБ на жестком диске Война в Enemy Engage 2 — это беспрерывный экшен, в котором вы — один из винтиков гигантской военной машины При первом взгляде на боевую карту неподготовленного игрока Может бросить в пот от неразберихи, которая на ней творится Но не стоит пугаться, здесь каждый знает и выполняет свою роль под руководством мудрого искусственного интеллекта А вам осталось всего лишь выбрать задание по душе и влиться в ряды приглянувшейся группировки Наша цена геймплея — 5 баллов А вот графика в игре подкачала Если к моделям воздушной и наземной техники нареканий нет, то при взгляде на ландшафт вас может охватить чувство тоски и ностальгии Нет, с больших высот все выглядит более-менее прилично Большую часть времени вам придется созерцать полигоны трехлетней давности и некое подобие зеленых сталагмитов, символизирующих местную растительность Впрочем, при такой плотности просчитываемых объектов и пиксельных шейдеров версии 2.0 ожидать от игры чего-то большего не приходится Наша оценка графического оформления — 4 балла Но звук в игре просто не подражаем Музыка в меру драматична и не режет слуг, а звуковые эффекты разнообразны и звучат более чем серьезно Отдельно хотелось бы выразить радиоэфир Он постоянно наполнен отчетами о тех или иных действиях в разных уголках карты Туда-обратно летят боевые приказы, подтверждения о сбитых и назначенных мишенях, координационной команды и прочие ценные указания Наша оценка звука — 5 баллов Enemy Engage 2 — достойный продолжатель традиции своего старшего брата Разработчики сохранили все то, что привлекало их к игре 7 лет назад Это и динамично развивающаяся компания, и реалистичная физическая модель, и огромное количество боевых единиц, принимающих участие в конфликте Игра, безусловно, найдет отклик в сердцах фанатов серии Но, возможно, отпугнет тех, кто и соответствует над техно-демо Тем не менее, наша общая оценка игры — 5 баллов Итак, перед нами хардкорный стопроцентный симулятор Мало того, живущий своей собственной жизнью, динамичный, насыщенный множеством деталей и нюансов И особенно порадовала возможность полетать на легендарном К-52 «Черная акула» Не часто нас так балуют Одним словом, таким и должен быть имитатор вертолетных боев Для всех тех, кто устал от аркадных поделок и линейных компаний Наши ответы и советы по управлению железным конем в условиях современных военных действий Первый вопрос — а как расправляться с миссиями по подавлению ПВО? Я даже не успеваю к ним подлететь Отвечаем — приблизительно план мероприятий таков Снижаем скорость, когда влетели в зону действия радаров ПВО А затем на расстоянии максимального радиуса поражения ракет записаем за каким-нибудь холмом или другим естественным заграждением И, выскакивая из-за него, делаем залп Еще не стоит забывать, что вы можете вызвать воздушную или артиллерийскую поддержку для уничтожения хорошо укрепленных объектов Следующий вопрос — а как повысить свои шансы выживания в бою? Отвечаем — чаще всего противник засекает вас, еще не вводя в визуальный контакт Исключительно по вашему радиоизлучению Поэтому старайтесь держать оба радара, air-to-air и air-to-ground, выключенными Пока не подлетите к первичной цели И, конечно же, keep low and make no noise На сегодня это все Меня зовут Борик Ротер, это был Фак Заходите в форум на сайте moos.tv.ru Я и там общаюсь с вами Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moos.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Пока! Субтитры сделал DimaTorzok